Добрый день, уважаемые зрители нашего видеоканала. С вами, как всегда, я, ваша Елена Кофейникова, эксперт по инвестициям и недвижимости в Испании, директор компании Spain Luxe Invest и президент международного портала элитной недвижимости и инвестиций Luxe Invest. Сегодня я хочу вас познакомить с еще одними нашими покупателями, которые делали свою покупку дистанционно. Международный портал элитной недвижимости и инвестиций Luxe Invest представляет крупнейший каталог элитной недвижимости и инвестиций в Испании. Spain Luxe Invest.com Звоните прямо сейчас, подписывайтесь на видеоканал Luxe Invest 2010 и ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добрый вечер, Маргариточка. Очень рада тебя видеть. И я тоже, уже соскучилась. Да, очень, очень соскучилась. Ждем только время, когда нам разрешат перемещаться вам. Ну вот, как только, так сразу, что называется. Ну вот, мы надеемся, что-нибудь где-то в конце апреля, ну, может, в мае, если что там. Во-первых, хочу попросить представиться. Ну, для зрителей, так сказать, на нашем YouTube-канале мы делаем вот эти видео о том, как мы продавали дистанционно. И кто у нас наши покупатели, почему так выбрали, почему вообще интерес у людей возникает. Сейчас у меня буквально за сегодня только трое людей попросили прямо именно процесс дистанционной покупки. Даже уже вот прям готовы люди сейчас иди покупать. И сегодня мы, например, оформляли уже виллу. То есть уже контракт, уже высылали. Но этот человек уже здесь был. Он, кстати, тоже покупал первый дистанционно два пентхауса. У нас как раз, в нашем доме, где мы квартиры с вами купили, как раз вот Андрей покупал там. А сейчас вот он покупает еще виллу в серокартине. И тоже дистанционно. Это наш Андрей, который такой активный в соседях. Ну, вот не знаю, как то. Нет, он не в группе. Это Андрей, который у нас Андрей из Германии. И мы тоже с ним делали видео буквально позавчера. И сейчас все это тоже выпустим. Он очень хороший человек. Вот он из Германии, да, такой парень приятный. Да, действительно активный. Машинки на аренду предлагает. Да-да-да. Ну вот, представьтесь. И откуда вы? Я, Маргарита, с Украины, город Ивано-Франковск. Как попало к Леночке? Мы с мужем любим путешествовать. И ехали полностью по побережью Испании. Ехали в Коста-Браво, в Коста-Бланку. И, ну, в общем-то, искали место, которое как-то к душе будет. Понравилась Коста-Бланка? Очень понравилась. И, ну, как-то мы там остановились на несколько дней и решили посмотреть поближе все. И вот тогда познакомились с нашим выдающимся экспертом по недвижимости, Леночкой Кофейниковой, который не просто потрясающий специалист и профессионал, но еще замечательный человек. Посмотрели, ну, в общем-то, смотрели много. Что еще? Это, ну, для зрителей Ютуба хочу сказать, что Лена очень внимательный человек. Она выслушивает пожелания и, как правило, попадает в десятку. То есть все, что мы сказали, что мы хотели, предполагали. Вот она нам показала именно те вещи, которые были бы нам в душе. Мы хотели, поскольку мы уже с мужем не молодые люди, мы хотели тишины, более покоя, тишины. И вот мы поездили по пригородам Бенедорма, посмотрели вот такие тихие, спокойные городочки. Мы тогда попали в Плайо Дель Торрес, это бухта. Тогда там не было еще ничего, строительства никакого не было, просто намечалось это строительство. Мы увидели бухту, ну, посмотрели. Что-то вот так в памяти осталось, какие-то у нас впечатления отложились, потому что мест смотрели много. Очень много смотрели мест, таких вот, ну, скажем, подобных. Уехали домой. Это было, сейчас скажу, это была весна 18-го года. Вот, уехали домой, после этого созванивались с Леночкой. Что я, за что я ей очень благодарна, это буквально, ну, это ее такая, такое начинание, такое отношение и к людям, и к своей работе, и к своей профессии. Она нас влюбила в это место, просто влюбила. Мы, я буквально через месяц получила видео. У нас зима, у нас лежит снег, а там птицы поют, море шумит, солнышко светит. Но это такой был бальзамчик, что мы прям его пересматривали каждый вечер с мужем. Ну, а так постепенно стали приходить видео и о жизни в Бенедорме, и о тех возможностях, которые есть, и развлечениях. Почему? Потому что у нас есть взрослые дети, у нас есть внуки уже, ну, достаточно такие большие. И то, что нам нравится, допустим, уединение, то им нужен какое-то, какое-то общение, выход в город, и, может быть, концерты. Там, ну, я знаю, ну, все. Вот, мы поняли, что это место как раз даст возможность и нам, и детям, и внукам комфортно находиться в такой комфорте, в уюте, в замечательстве. И что мы сделали? Мы созвонились с Леночкой и сказали, что мы хотим, мы готовы брать здесь квартиру. Нам дистанционно онлайн прислали контракт резерва, мы его дополнили и отправили. Поскольку банковский счет у нас уже был открыт, мы его открыли ранее, вот, то по онлайн-банкингу мы смогли проплатить этот резерв. И так, собственно говоря, за нами зарезервировалась квартира, которая нам нравилась. Потому что мы постоянно получали и планы квартир, которые там были, и цены на квартиры. То есть мы могли выбрать себе и квартиру по душе, и квартиру по той цене, которая, в общем-то, нам возила. Вот так наша состоялась первая покупка. Потом мы приехали, вот, убедились в том, что все, что нам Леночка показывала, она нас провела и по городу, и по окрестностям. Мы посмотрели и горы, и море, и это. И убедились в том, что все, что мы видели по видео, которое Леночка присылала, то нам не хватало только запаха. Ну, реальность. А все остальное, да. А все остальное было настолько реально, что, ну, мы, в общем-то, наше сердечко осталось там. Ну, а дальше, дальше события развивались так, то есть мы решили сделать это инвестиционным проектом. Поскольку, ну, увидели, что здесь и расширяется строительство, и появились новые возможности, вот, а прилететь уже не было таких возможностей. Я у меня здесь, ну, работа, которая мне не отпускала в Испанию тогда, когда мне хотелось. Поэтому, когда, ну, девочки из Люксинвеста сообщили, что у нас есть еще новый дом, который строится, то мы уже не задумываясь, все, послали туда полностью все документы, все это сделали. А, что касается еще контрактов и основных, и контрактов по... Резерва. Резерва. Все сопровождается юристами, все переводится на нужный вам язык, ну, на русский. Нам, поэтому мы могли и проверить это все, и прочесть, и задать вопросы, и если требовалась какая-то корректировка, то можно было и корректировку эту внести. Вот, поэтому я вам хочу сказать, что за два года общения с компанией, непосредственно с Леночкой, я просто довольна, счастлива. И жду, не дождусь, когда я получу такую возможность приехать и остановиться там. И я тоже. Когда же наши... Мы же уже, я видела, сколько снимаю, ну, когда же, когда же. Вот там же окна ставят, там же отделка идет. Мы же соседи с Маргаритой. То есть это самое главное, что мы там делаем еще офис и управление, и у меня где-то хаус, я хочу там жить, и вот это ждем. Ну, теперь уже сентябрь нам на сделку собираться, ну, прям мечты, вот когда же они в конце концов осуществятся. Ну, вот уже, слава Богу, все видим. Во-первых, мы тогда, когда все вкладывали, мы же вообще ничего не видели, то есть это был голый участок вообще. А сейчас уже видим... Там сочетная графика, да, и наши мечты. А действительно, что они даже сейчас, это видно, что по графике, то есть они вот просто реальные, визуализировались так, как вот они были на картинках. И действительно классно. Вот сколько раз я туда езжу, показываю, выбираем там еще с людьми. И я постоянно приезжаю, говорю, какой релакс, вот прям хочется туда, хочется там жить, находиться. Вот эти действительно птицы, вот эти действительно звуки, запахи, то есть это просто супер. Да, фигаритовая роща и тишина. Вот уже люблю, можем часами про это. Ну, еще вот такие технические моменты. Ну, я думаю, конечно, по документам вы тоже уже все знаете. Вот когда первую квартиру, естественно, было страшно. Наверное, может быть, даже какой-то был, ну, что-то как-то покупать. Вы же покупали уже, что дистанционно? Был уже опыт какой-то? Как вот страшно, не страшно людям? Какой-то совет можно дать? Бояться, не бояться? Что делать в этот момент? Вы знаете, Леночка, я не знаю, это, наверное, такое мое субъективное мнение, но мне не было страшно вообще. Абсолютно. Я настолько была уверена в вас, в том, что это будет правильно, что это будет, что я буду защищена, что эти документы будут верными. Ну, мне не было страшно, честно говоря. Я за себя говорю. Слава Богу. Я тоже спокойно это сделала. Во-первых, действительно полная информация, чтобы вообще ни момента не осталось недопонимания, недоинформированности обо всем. О фирме, застройщике, о банковских гарантиях, о документации, проверка адвокатом. То есть проверка-перепроверка, скажем так. Потому что, действительно, я так же переживаю, что-то будет, если как-то не так идти, скажем, я, наверное, больше всех буду переживать. Мне как бы не хочется, чтобы никто вообще эти проблемы ощутил. Во-вторых, я просто сама хочу дальше жить с людьми, там смотреть в глаза. И так же мы друг другу радовались бы, и они как-то там какие-то, в общем, неприятные истории. То есть поэтому я же сама почему-то там и вкладываю тоже, чтобы понятно было, что не просто так я там вложилась, и непонятно, что там будет. Я же тоже так же проверяю все, и для себя, и для всех. И действительно каждый документ, даже адвокат, вот недавно, ну, уже не недавно, месяца два назад, когда давали гарантии банковские на фазу вторую, он нашел из 14 овалий, вот этих банковских гарантий, нашел 6 или 7, не помню, 6, по-моему, где ошибки. И ошибки именно написал банк, просто не тот номер счета написал, куда должны были переводить деньги. Это было как раз по нашей, по первой фазе. И даже удивительно, вот он нашел это. И некоторые люди, которые даже сомневались, нужен ли адвокат, они так одни сразу увидели, такие, а можно адвоката сразу, а можно нам адвоката? Ну, потому что правильно, можно, безусловно, он проверит, он отвечает, это коллегия адвокатов. Это как еще дополнительная страховка гарантии всего, потому что мы же вкладываем на стадии строительства. Мы не знаем, что будет завтра, возможно, какие-то еще юридические моменты, которые мы должны, в принципе, предусмотреть, предположить. А ведь мы уже и в Украине, и в России всего видели, и банкротство, и, не знаю, кидаловство застройщиков, и разные истории. Да, истории, конечно, разные, но вы молодцы, вы отвечали на все вопросы. И, допустим, если даже здесь мы проводили какие-то консультации, то мы понимали, что ваше юридическое сопровождение – это высокого уровня сопровождения. Ну, то есть там были все вопросы высвечены, то есть они были прозрачные. Да, слава богу. И сегодня один человек задавал вопрос, какого юриста я бы посоветовала. Я советую только тех, действительно, с кем я работаю много лет, уже 11 лет мы работаем в схайме. Действительно, настолько верный, порядочный, даже просто, вот это важно не только как профессионал, а просто насколько человек правильно мыслит, рассуждает именно про порядочность, да, то есть можно одно слово применить. Насколько он старается любые моменты предусмотреть и правильно все сделать. Это отдельная история, конечно, надо это делать. А другой момент еще вот интересно, почему именно вот это место, этот регион вот вы выбрали. Я ведь помню еще одну историю, ну, такую, когда вы мне позвонили, это еще был один случай, также позвонил Андрей из Канады, он уже здесь был, и там была история, что ему продавали одну недвижимость на юге, около Тревьехи, и он мне позвонил и говорит, Лена, спасай меня, это не мое. Я говорю, что такое случилось? Он говорит, он, кстати, тоже дистанционно резервировал, как-то мы тоже с ним еще снимем видео. И так интересно, он говорит, ты знаешь, меня привезли в Бенедорм, сделали мне бесплатный тур просто, показали Бенедорм, и я встал вот так вот на смотровой площадке, говорит, вот так встал за голову, говорит, что я наделал, дурак. И он до сих пор это вспоминает. А я говорю, ну, хорошо, и вот когда мы вот это все показывали, он тоже выбрал тоже на первой линии. Я удивляюсь, у меня дистанционные продажи на самом деле выбрали все, вот это уже 17-й сейчас контракт, уже сейчас идет все на первой линии, все у нас в Плайо Дель Торрес. Почему-то, хотя мы же показываем все комплексы, все 12-й тут, или даже сейчас 13-й комплекс, именно в Бенедорме, вокруг, вообще по всему северу Коста-Бланка, по всему югу, то есть мы работаем со всеми застройщиками. В общем-то, нам не важно, да, какой продавать, нам комиссию платят застройщики все. Мы еще и бесплатные помощники, я напоминаю, да, мы же не берем ничего с покупателей, наоборот, делаем всякие акции, подарки и так далее. Это еще отдельная история, но, в общем-то, продолжать я буду. И также эти ВНЖ делать, виза инвестора, вот у нас уже в этом году двое людей получили визы инвестора, получили ВНЖ без права на работу, две семьи, тоже мы их в школу оформили, дети здесь уже все учатся, тоже молодцы, все успели, прошли, и в этом году вот все здесь. Ну вот на прошлой неделе карточку получили люди, такие, Вика, Саша, Виллу покупали в серой картине, и они такие довольные, успели как раз и до кризиса, и до всего этого, ну то есть до девальвации в России. И вот как раз визу инвестора и здесь они сейчас. И еще одни люди успели приехать, вот здесь напротив Вилла есть тоже Ксюша с Украины, Толя с Москвы, и они тоже приехали специально здесь карантин пересидеть, ну в хорошем лучшем месте пересидеть, ну кто успел. Почему именно это место? Вы знаете, ну то есть мы тоже останавливались, ну взяли за правило приезжать, праздновать мой день рождения в Испании, мы ежегодно туда ездили, и ездили по городам, по разным там были, останавливались. Получается, что и Коста Браво, и Коста Бланка, и Коста Дорадо, ну то есть мы туда добрались. Что могу сказать, что, вы знаете, здесь какое-то особое энергетическое место. Люди, которые здесь останавливаются, необыкновенно общительные добры. Вот гуляя по другим городам и пребывая там где-то на отдыхе, вот я не чувствовала какого-то желания общаться. Вот не чувствовала, я как-то попыталась, ну вот и с иностранцами там, но голландцы и датчане, они достаточно холодные, и так как-то отстранены от нас. Россияне, ну не встретила я такого, как это можно сказать, такой... Расположения какого-то. Такой сердечности, да, такой сердечности, такой теплоты, как вот когда мы гуляли по локали, а вот в локали и на базарках-то ходили, просто, ну я не знаю, это незабываемое впечатление. Ну и по самому городу, по набережной Бенедорма, вот у меня осталось впечатление, что, вернее, осталось ощущение, что это мое, что я вливаюсь, что здесь сердечно... Энергетика, вот такая, да, да, да. И что мне здесь будет хорошо как дома, поэтому вот почему вторая недвижимость, мы одну как инвестицию, а одну все-таки для себя. И очень верный выбор, и в первой фазе, когда мы взяли, мы все выиграли, мы все до единого, все, кто вот услышал меня, что называется, я как всегда, как глашатая говорю, сюда, ребята, здесь хорошо, здесь сюда давайте. И в итоге на второй квартире уже заработали. А я тогда еще, Маргарита, да, точно брать, Лена, вот точно, вот эту, да, вот эту говорю. Потому что ее прям хотели забрать другая у нас покупательница. Я говорю, вот эту вот берите, не упускайте. Действительно, она же выигрышная, четвертый этаж, вид прямой, это самый лучший вариант. Там цена у нас просто взлетает. Ну, сейчас уже нету даже близко ни за 400, ни за 450, там ни трешек, ни двушек нету даже. Вот за 390, третий этаж осталась всего одна в третьей фазе. И она вырастет в районе 400, где-то 50 она должна будет стоить. Потому что если сейчас она одна осталась за 390 на третьем, а у вас на четвертом, вообще-то, и она еще дороже. Поэтому все уже хорошо, все уже хорошо у нас. Ну, хорошо. Мы мечтаем, муж мечтает на рыбалку. Я мечтаю просто приехать и остановиться, и уже так хочется очень, очень со всеми перезнакомиться, кто у нас соседей. Потому что группа такая замечательная, очень, ну, я не знаю, я с удовольствием перечитываю эти интервьюшки, которые туда бросают, или какие-то видео, или все. Ну, тепло, здорово, необыкновенно мне нравится, когда идет переписка. Ой, ребят, я приехал, кому нужна машина? Ну, ну, замечательно. Ну, я просто сделала бы точно так же, поэтому мне это импонирует очень. Такая классная вообще идея, я даже не знаю, так возникла. Это когда-то я отмечала день рождения. И вот так же мы, друзья все наши покупатели, мы же все уже дружим тут за много лет, сколько у меня, большой же круг. Я так все смеюсь, говорю, кто-то ищет клуб там каких-нибудь там инвесторов и так далее. А нам, говорю, это не надо. У нас все вот в таком режиме дружеском, и мы просто встречаемся, никаких там дел, просто отдыхаем, просто общаемся, просто кушаем в ресторане, там по 17 человек, по 30 человек. Вот я говорю, был такой случай, и ребята, ну, именно на дне рождения мы тоже там и плясали, и все стихи читали, там такие яркие все люди, и все, в общем-то, такие сильные предприниматели и умницы. Но при этом все очень классные, вот мягкие, приятные, такие добрые люди, действительно, ну, наверное, действительно друг к другу подбираются. Мы сегодня уже так вот это вспоминали, так интересно. И там предложили, говорит, давай сделаем такую группу. Я давно уже сделала такую группу, она называлась сначала «Друзья Бенедорма», по-моему, да, потом как-то мы ее переименовали в «Позитивчики». Ну, я же всегда на «Позитиве», это же чувствуется. Ну, и, в общем, в итоге, я смотрю, туда уже наплыли еще много людей, но вот там как раз немножко, как-то уже не тот немножко контингент, как бы, скажем так, немножко там ругаться кто-то начал. Я говорю, нет, ребят, давайте тогда я сделаю отдельно нашим, как бы, скажем, моим людям, нашим людям, так, отдельные вот эти вот WhatsApp-группы наших покупателей в каждом комплексе, где все, во-первых, будут видеть текущую стройку, какие-то еще новости, просто общаться, просто пообщаться, познакомиться. И это даже как доверие, потому что я могу спокойно, то есть я спрашиваю, естественно, людей, хотите в эту группу или нет. Ну, я знаю, что там у меня несколько человек не в группе, да, они немножко так закрытые, скажем так. Но остальные все очень открытые, очень приятные, приветливые люди, так что и соседей мы там тоже, в общем-то, подбираем, и подбираются они самые классные. Я не знаю, Леночка, просто, понимаете, какой человек так и притягивает к себе таких людей. Спасибо. Ну, мы любим друг друга, поэтому комплиментов море, может быть, да. Акция только для покупателей. При покупке недвижимости вы можете получить золотую визу, автомобиль или скидку в подарок. Рекомендуем. Лучшее предложение на рынке испанской недвижимости. Элитный комплекс на первой линии моря с рентабельностью свыше 30%. Самый крупный каталог элитной недвижимости и инвестиций в Испании. SpanLuxInvest.com Как получилось, что именно в этом месте? И как, почему не... Там у вас тоже что-то есть на йоге, не знаю, как хотите озвучивать, это нет. Ну, Леночка, есть на йоге квартира, да, но мы ее будем продавать. То есть мы ее выставили на продажу. А, вот по настроению, вот как-то близко там или все-таки... Оно нет, да, не соответствовало. Ну, мы, в общем, мы когда отдыхали там, то мы не почувствовали там вот... Ну, нету там этого ни сердца, ни души. Как-то там там сух было, терство, я не знаю. Мы срочно захотели бегом-бегом все это забирать и ехать сюда. Вот, я же тоже вспомнила. Мы ее выставили. Да, на чем я и рассказывала, почему там, как получилось. Так что я это тоже узнала, так скажем, нечаянно. У меня были здесь одни знакомые сидели в ресторане там же в нашем Булгаре, где мы частенько, в общем-то, бываем и шашлычки, и вот пиво, про что мы рассказывали, и про пивоварню общались. Это тоже еще следующая идея и мысли, потому что бизнес близко очень у Маргариты Пивоварня, и это тоже интересно рассказать. И мы там как раз сидели, просто отдыхали, и рядом сидели из Германии наши знакомые, которых мы когда-то управляли, квартира над моим офисом вверху, в этом доме на первой линии. И он просто разговаривал о том, что его друзья хотят покупать серокортини Таунхаус, и вот я тут сижу рядом, созвонились, я говорю, там как раз там скидки, там есть возможность что-то еще. И мы просто разговаривали. И вот когда мы месяц, наверное, торговали застройщиком, потом они оформляли ипотеку в Германии, что-то еще, и тут они нашли рекламу, и говорят мне, звонят, Лена, бегом смотри. И они, в принципе, первые узнали, то есть я и мы, практически мы второй и третий покупатель как бы получились. А первый покупатель, реально первый был покупатель, одна наша женщина из Москвы. Она экономист в Вербанке. И она просто приехала, она проехала все, она все, весь юг. Она сюда ко мне приехала уже когда там, она пересмотрела просто вот все. Ее знали там все уже агентства-застройщики, я уже с ними общалась. Они говорят, ну она просто все пересмотрела. И она буквально приехала ко мне на один день и посмотреть Алтею на первой линии, потому что там что-то было в районе 200 с лишним из-за апартамента на первой линии. Тоже, чтобы была зеленая зона, там сосны. Я ее повезла туда показывать. Я буквально ей показала вот эту вот часть там, где Компоманос. Вот там есть некоторые такие симпатичные места. Маскарад, например. И еще одно там есть место, есть Ладе-Алтея. Тоже я тогда давно продавала там недвижимость. У нас тоже есть видео с Ириной Альбертовной. Вот там она покупала. И тоже очень классные люди, тоже очень яркие. Вот познакомить хочу. Вы очень похожи. Она такая красавица тоже. И вот интересно то, что она посмотрела, ей, конечно, понравилось. Но там вот как раз не хватает инфраструктуры, не хватает транспортного. То есть если человек не водит машину, вообще сложно. Там не ходят автобусы. То есть вот есть вот такие минусы. То есть тоже надо учитывать для людей. Например, где-то кто-то постарше. Там, например, приехали еще одни ребята. А мама говорит, а я вообще не вожу. Ну, то есть вообще никак. И как? И что буду сидеть? Или как? По дороге там ходить 10 километров? Ну, как бы не вариант. И в итоге, когда я ей предложила, говорю, давайте посмотрим еще локалу. Просто вот давайте посмотрим. Она так сомневалась, так не хотела сначала. Говорю, ну, вот просто одну-две квартиры, просто район. Приезжаем, а она такая говорит, ой, как мне нравится. Ой, как здорово. А что я не хотела смотреть? Вот как вот чувствую я. Вот людям надо это посмотреть. Вот понимаю, что надо. И им понравится точно. Вот правда, как в десятку. И я говорю, есть еще в запасе один вариант. Я говорю, я думаю, что вам там еще лучше понравится. Она говорит, а что, есть еще лучше? Это как это, из-под прилавка, да, есть еще для своих. И я ее везу к нашу Плайо Дель Торрес. И она так все это увидела и такая, да ты что, да какая прелесть. Она так восхищалась, тоже очень классная женщина. И она первая там зарезервировала. Тут мы с Аркадием, с Леночкой тоже бегом подсоединились. И мы вот это все выбрали. И вот так вот все это происходило. Это, конечно, так интересно все это. Вот мне, я знаю, что вы вот такого даже не видите, как вот так вот люди выбирают. И как интересно, какие люди интересны, умненькие такие все. И плюс потом она приехала, вернее, приехала ее дочка с мужем, Света. И такая была интересная история. Тут же сидим мы в офисе, подписываем там документы у застройщиков. И еще одни наши, тоже одни наши покупатели уже тоже приехали. По-моему, они просто приехали и выбирали, и уже подписывали. И сидят, тоже молодая семья такая пара. И эти ребята, и они так перезнакомились тоже уже все, пообщались, хохочем сидим. И как-то еще спросил муж Светланы, говорит, а еще есть молодые? Я говорю, есть много. И эти, и эти, и эти вот таунхаусы там прям через один у нас наши выбирали. И они такие, о, классно, хоть шашлыки будет с кем пожарить. Ну и так пообщаться. Вот это тоже же здорово. Да, 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 Леочка, да, вы правы. Я как-то не отметила этот вариант, что, да, и автобусное сообщение. Это очень удобно, можно, если захотеть, просто съездить в магазинчик на автобусе. И что нам еще очень понравилось с мужем, мы любим ходить. А там есть где погулять. В заповедник, да. Можно ходить в Пенедор, по заповеднику. Вот это тоже, ну, один такой плюс большой, очень жирный, что можно походить, погулять. Что это удобно, красиво, приятно. Там час можно идти от Плая Дель Торрес до бухты Локалы. Час где-то, час я, наверное, 15 шла. И как раз там был какой-то вело, не помню, не турнир, но какие-то там велосипедисты, они вот прям по скалам там ездили, страшно так-то все. Ну, они прям, там очень много таких вот ребят, которые спортивные, действительно ходят, бегают, ездят на велосипедах. И это действительно, ну, тоже заряжает определенным каким-то, не знаю, бодростью, здоровыми. Плюс такие красивые виды. Там действительно это просто все, как на ладони. И даже аликанты видно. И бендормы. Какая-то вообще атмосфера другая вообще. Я тоже люблю ходить. Ну, а поскольку мы тут как бы живем в Придгорье, Карпат, то и горы, и там сосна, и это тоже такое родное. Да, да, да. Они как из дома до дома. А некоторые даже приезжают и такие, тут галично-песчаные, о, говорят, прям как в Крыму. Но тут получше и такие, ну, как в Крыму, как в Крыму, да? Лучше там, лучше. Но в Крыму немножко по-другому, да. Вот, поэтому... А еще мы были в ресторанчиках. Ну, как всегда, наше все тут любимое, вкусное. Вкусности наши. И в ресторанчик Эльтреболь тоже классный. Ну, в общем, мы как обычно, мы ждем, когда все соберемся, все встретимся, все проведем время. Я же говорю, я обожаю свою... Даже работу это назвать трудно. Вот мое дело, когда именно собираешь вот так людей, общаемся. Я же всегда была компаниейская. Всегда вот такие всякие походы, куда-то спойти, еще что-то придумать. Ну, вот я прям очень жду, когда мы там все увидимся и очень много еще видео снимем на все эти темы. Вот как ходили недавно опять в поход, то мы на презентацию попали, фенестрат, такая прям бомонт, такая фенестрат, там устрицы просто, шампанское лилось рекой, и все очень было классно. Ну, любим, любим и хорошо посидеть. Что называется. Ну, любим во всех отношениях. И пройтись, и показать. Я помню, когда мы первый раз приехали, вы тоже очень настояли, тогда мы идем смотреть на площадку, на видовую площадку. Обязательно мы должны посмотреть все это сверху на город, панораму. Да, я настойчиво. Я так старалась, я не хотела. Да, а в конце концов, когда это все видят, и такие, а, мы знаем твою хитрость, ты влюбляешь в Бенедорм. Да, 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 да. Я долго убиралась, но это, конечно, прелестно и прекрасно. Это делишься, делюсь я, делюсь вот этим, ну, как мне нравится это все. И действительно, вот правильно именно увидеть нужно, и понять, и почувствовать вот с правильной стороны. Когда-то я, когда приехала сама, я первый день не особо что-то поняла на самом деле. Это как, ну, как бы, ну, вообще не знаешь, что тут как. А второй и третий уже, когда вот действительно я поехала, мне уже показали более правильно. И опять же с тем человеком, который вот действительно знает, как правильно показывать. Потому что, когда ты, грубо говоря, без гида, один, не знаешь в чужой стране вообще ничего, куда пойти, ты просто, ну, как сказать, потерянный, да, можешь вообще ничего не увидеть и не понять. И когда люди тоже были такие, приезжали, то три дня отдыхали, такие, ой, что-то скучно, а я их там два дня провезу, а они потом и уезжать не хотим, говорят, как еще охота, еще, еще, еще. Это я уже вижу постоянно. А я еще делюсь вашими видео со всеми своими друзьями, ну, с детками, понятно, и с друзьями деток. И, в общем, у меня уже половина Ивана Франковска влюблена именно в Бенедорм, именно в это место, да, и все ждут, не дождутся, когда они тоже туда смогут съездить. Вот мы собирались как раз в марте приехать, и сама должна была приехать, с друзьями должна была приехать. Ну, и что, приедем, как только все, карантин закончится, обязательно приедем, поэтому все очень любят, всем нравится, и даже, ну, там, и киевские друзья взяли путевку, путевка такая была, горячая, три дня, куда? В Бенедорм. Так они мне привет оттуда передавали. Класс! Да? А я сейчас еще сниму видео, вот буквально сейчас закончим, еще я хочу просто сделать такое интересное, ну, и расскажу просто, почему интересно, потому что про то, как правительство Испании вообще поддерживает сейчас население, поддерживает бизнес. И некоторые звонят и говорят, например, тоже с Украины звонят, говорят, ой, там, наверное, сейчас цены упадут, упадут, как раз мы там сейчас что-нибудь там где-нибудь урвем. Я говорю, ребята, вы, наверное, где-то что-то не так видите. Во-первых, наверное, там от себя, а здесь, во-вторых, это другая страна, и вообще другие порядки, и вообще другое вообще впечатление, почему мы здесь, почему мы хотим здесь жить, не прямо держимся там руками и ногами. Потому что здесь очень правильное, как бы, состояние от политики, экономики, каких-то вот вещей таких общечеловеческих. Я, конечно, была в восторге, когда почитала эти указы королевские, как это все вот просто к людям, выделила Испания 200 миллиардов евро на поддержку населения и бизнеса. А мораторий на кредиты, вот вчера, например, банки остановила выплаты по кредитам на полгода. То есть у людей просто вообще ушел какой-то страх, паника и так далее. Просто, ребят, сидите дома, спокойно, не переживайте. Запретили отключать свет, воду, газ, даже если не платят. То есть просто запретили. А дальше выплачивают пособия, кроме там, просто самое минимальное, от 650 евро. Вот тем, кто остановился и не работает сейчас, вот просто от 650 евро. Это прям реальные пособия, которые в Испании работают, они выплачивают евро. Это не в наших странах как-то там, я вот слушала тут Путин два дня назад, там выступление было. Это, конечно, что-то. 5 тысяч рублей пособия на ребенка в месяц. Это сколько там сейчас, наверное, евро 60. Ну это просто издевательство какое-то. И ведь такая богатая страна Россия. А Испания-то ведь вроде победнее, все говорят. А она выделила больше в 40 раз. В 40 раз. Это вот о чем говорит. Как испанцы. Да, мы платим налоги. Да, мы не маленькие, но мы знаем, за что мы платим. И знаем, что этот бюджет будет правильно распределен. Здесь чистенько, все, мусорочки увозят. Школы бесплатные. Вот он, коммунизм-то, вот он. Медицина прекрасная, операция делая. Простой, бесплатные даже клиники. То есть совершенно просто те же хирурги, которые в платных. И я вот все это наблюдаю. Думаю, как я хочу поделиться с нашими людьми, как здесь хорошо, как здесь все правильно. Как здесь сделано так, что для предпринимателей сейчас в момент карантина, вот эти все вещи тоже у них, те, кто остановили бизнес, у них тоже всякие дотации, льготы, тоже кредиты не платят и так далее, там отсрочки по налогам. Я сижу, думаю, ну надо же, вообще в России бы такое даже не вспомнили. А здесь столько этого сделали. Молодцы. Вот не знаю, как в Украине сейчас у вас. Ну, у нас приняли закон, если отправляют людей в отпуск, то с сбережением 2-3 зарплаты. Ну, это слава богу, потому что Путин там объявил вообще другое. Там объявил не работать 7 неделю. А кто за это платить вообще не сказал? То есть только просто распорядился. А предприниматели заплакали сразу? Да, тоже есть отсрочки есть, только они говорят, что да, и налоговая просит с ними общаться, что мы вас не освобождаем, а просто вам делаем, ну, срочку платить. Ну, понятно, такая попроще ситуация. Но я говорю, в этом плане вот я все-таки Испанию уважаю. Как бы ни было, они отреагировали. Плюс, конечно, все остальное, мы тут сейчас снимем видео про карантин, про вообще ситуации про коронавирус. Но, честно, вот мне столько сегодня было звонков, и такие все с переживанием, и мы вас поддерживаем. Я говорю, вы знаете, у нас здесь спокойно, вообще спокойно. Мы даже знали, что был один человек в администрации зараженный. Он сам это объявил в Фейсбуке, прямо в администрации Бендорма. Но это был один из нескольких всего случаев на сегодняшний момент. То есть, слава богу, больше нету. Один всего, да, мне даже видеооператор подсказывает. Но, слава богу, вот как-то вот все тихо, спокойно. Все люди дисциплинированные, все. В общем-то, хороший контингент, это видно. То есть, никто нигде не шастает, не бегает просто так. То есть, или собаками действительно можно, или ездят машинами. То есть, это все либо магазин, обратно. То есть, чеки, да, все очень по уважительной причине, чтобы было. То есть, люди нормально просто сидят дома и не контактируют, контактируют, стараются как бы не провоцировать заражение. Вот и все. Им правильно делают. Да, это самое главное сейчас. У нас тоже очень правильно поступили в супермаркеты все. Стоит охрана, пускают там по два человека. Тоже все. Чтобы, да, не контакт было, как минимум. И обязательно в перчатках и в маске. Тоже так. Ну, надеемся, что все это все-таки закончится, как и в Китае, в общем-то, прошло. Поэтому, слава богу, ну, не вечное все это. Это не какой-то там, боже, не до каких-то ядерных, никаких химических войн. Ну, разумное уже человечество-то все-таки. Но как-то должны уже и прийти и вакцины эти все и остальное. Но я очень надеюсь. Я всегда, вы знаете, я всегда на оптимизме. И этим заражаю людей, а не всеми другими вещами. Поэтому я говорю, я не смотрю интернет, мне не надо эту панику всеивать в голову. Лучше жить на позитиве, хорошими мыслями. И тогда вы точно будете здоровы и гармоничны внутри и снаружи тоже. Вот. Ну, в общем, вам благодарность. Это возможность пообщаться. Очень-очень-очень мы соскучились. Очень-очень за вами. Да, желаем вам такого же позитивчика. Хороших людей рядом. Чтобы вам было комфортно, как нам с вами, чтобы вам с нами было так же комфортно. Да, да. А можно я поздравить? Валерочка. Валерочка, да, хоть привет-то передать. И, пожалуйста, поздоровайся с Леносей. Валерочка, добрый вечер. Ой, как улыбочка ходячая. Красавцы, молодцы, держитесь, молодцы. До встречи в ближайшее время. Будем материализовать мысли в космос. Хорошо. Спасибо вам огромное. И до встречи. Пока-пока. Международный портал элитной недвижимости и инвестиций «Люкс Инвест» представляет Крупнейший каталог элитной недвижимости и инвестиций в Испании SpanLuxInvest.com Звоните прямо сейчас. Подписывайтесь на видеоканал «Люкс Инвест 2010» и ставьте лайки.